Привет, это Свят. Прикупил грипсы для мотоцикла. Дело в том, что старые совсем износились. Они, конечно, мягкие, приятные, но ему уже пора, так сказать, на помойку. Купил грипсы вот такого производителя и вот с таким рисунком. Мне показалось, что этот рисунок будет наиболее удобен для сцепления с перчатками, ну и в целом. Бывают разные рисунки, бывают полосочки там, кружочки всякие. Это вот такой вот пупырчатый. Две ручки имеют разные диаметры отверстий, но, видимо, вот этот для ручки газа, этот для ручки где сцепление вестигранный. И шприц, как вы думаете, с чем? Правильно, с водой. Для того, чтобы поколоть старые грипсы, чтобы они легче снялись. Ну или для того, чтобы налить воды под новые грипсы, для того, чтобы они легче оделись. Обычно грипсы, ну они тяжело одеваются. Сейчас пойдем к мотоциклу, попробуем это сделать. Ну вот, пришел к мотоциклу. Не буду полностью снимать с него чехол, потому что дождливая погода. Вот какая грипса старая. Она хорошая, конечно, она приятная такая, мягкая, но чувствуется, что предыдущий хозяин, он, видимо, никогда их не менял и что-то такое с ними случилось. Все какие-то они противные такие липкие. Попробуем открутить грузики. Ничего себе затянуто. Добротно. Опа, сорвал. Хорошо. Разгрузик есть. Такой увесистый. Ну что, получается ее снять или не получается? Что-то не особо получается. Видимо, придется пользоваться шприцом. Давайте попробуем. Сделаем укол. Водичкой туда. Оп. И еще разочек. Оп. Хватит. Опа, сразу заелозило. Клевый совет. Где-то, опа, где-то в интернет. Начитал. Было посажено на какой-то герметик, что ли. Что-то такое. Белая какая-то штука. Так. И тут какая-то еще шайба. Ну, наверное, для того, чтобы не контактировала с корпусом. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Надо снять другую грипсу. Опа. Ну, эта сдалась быстрее. Грузик сдался быстрее. Так. Попробуем ее снять. И она тоже не снимается. Возьмем шприц. И попробуем уколоть туда водички. Так. Угу. Теперь попробуем покрутить. О! Слушайте, здоровский совет. Прям работает. Здесь какой-то двухсторонний скотч, что ли. Да, скорее всего. По-хорошему, надо все это зачистить. Вот, собственно, что у нас получилось. Две грипсы. С большей дыркой на ручке газа. Вся какая-то в белом герметике. Ну, и с меньшим диаметром это сцепление. Кстати, менее заюзанное. Вот. Напишите в комментах, какие вы грипсы используете. Может быть, у кого такие же есть. Почистил посадочные места для грипс. Были запшиканы баллончиком с краской. Ну, очистил так, как мог. Я думаю, ничего страшного. Поставил сюда вот это колечко. Чуть их намочил. Ну, и сейчас попробую одеть. В принципе, ничего не получается. Большое усилие приложить. Покрутить. Можно натянуть. Вот, поставил водительскую грипсу. Честно говоря, немножко напрягает вот это расстояние. Если его убрать, то появляется расстояние вот здесь. Видимо, надо будет потом прикупить другие. Ну, поезжу пока так. Посмотрим. Вот. Осталось вот эту вот грипсу одеть. Она меньше диаметром. Сейчас попробуем, как она будет надеваться. Вот, одевается она, кстати... А, ну, поначалу она надевается легко, а потом, конечно же, никак. Так. Для этого у нас есть супер-жижа. Надо делать вот так вот. Вот. Всё. Пошло дело. Осталось закрутить грузик. Ну, и затянуть это дело. Ну, и получилось тоже расстояние вот здесь. Здесь вплотную. Такое ощущение, что они немножко не по размеру. Ну, и ладно. Нормально. Главное, чтобы было удобно держать. Так. Ну, и жижа оттуда испарится, и они тогда приклеятся. Ну, и здесь тоже самое. Вода испарится, и она перестанет елозить. Думаю, что сегодня за ночь тоже произойдёт. Ну, вот и всё. Гриб смонтировал. Теперь надо будет протестировать. Уже когда буду выезжать. Вот. Ну, сейчас на стадианке традиционно надо завести его. Субтитры сделал DimaTorzok